Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие! И вот, наконец-то я собралась записать для вас очередное видео на тему... На тему... По запросу видео записываю для вас. Артизан, для артизан парфюмер. Думаю, что многие из вас его ждали, потому что этот парфюмерный дом заслуживает особого внимания. И само девиз этого парфюмерного дома заключается в том, чтобы следовать высочайшим традициям парфюмерного искусства. Как красиво звучит, правда? И этот замечательный парфюмерный дом был открыт в год моего рождения, Джан Лапорт. И именно он изучал с самого начала, как могут быть природные компоненты, настоящие природные, без всякой дохвавления химии, компоненты могут быть заключены во флаконе и производить такие вот, передавать замечательные природные ароматы, чтобы можно было ими пользоваться. Но для начала я хотела бы с вами немножко поделиться такими волшебными маленькими секретиками, которыми можно пользоваться для создания уюта, привлечения положительных эмоций и энергетики в нашей жизни. А именно мы с моей подругой побывали в магазине, в магазине, в котором продаются небольшие такие вот маленькие камушки. Камушки эти, они, я думаю, что все-таки волшебные, потому что благодаря вот этим вот камням, хранения этих камней, вы можете что-то, что-то менять в своей жизни. Даже если вы на них смотрите, обладаете этими камнями, вы знаете, что при помощи них, ваших мыслей, они являются проводниками для вас, для создания вашей положительной энергетики, для создания ваших желаний, вашей мечты, воплощения вашей мечты в реальность. Так вот, не зря я взяла вот такой вот камушек, он называется розовый кварц. Достаточно иметь такой камушек, никому не говорите, я говорю вам это по секрету, достаточно иметь вот такой вот камушек у себя, недаром он сделан в виде сердечка, в сумочке или в кармашке носить его с собой. И энергетика любви, энергетика благополучия любовных отношений будет с вами всегда. И это не шуточные слова. И эта любовь, она не только между мужчиной и женщиной, но и это, конечно же, тоже любовь, как одно целое, естественное состояние женщины. Этот камень хорошо дарить, также не только покупать, а желательно именно покупать в подарок тем людям, которых вы хотите одарить любовью и вот этой вот любовной энергетикой. Это могут быть ваши дети, ваш муж, ваши родители. Любовь, она все-таки абсолютное, абсолютное понятие. Когда ты живешь в любви и в каком-то благополучии с самим собой, в единении, с самим собой, со всем окружающим миром, этот каменьшек обязательно вам поможет. Вот такое вот чудо называется Роу Скварц. И мне очень нравится, что вот в этом магазине, где мы побывали, именно вот каждому камушку есть определение. Этот камень убирает негативную энергию, помогает вам жить в любви и мире. Вот мы купили вот такой камушек. Также есть у меня камушек цитрин. Он вот такого вот красивого, красивого, желтого, лимонного цвета. Я купила два камушка. Такие, посмотрите, какие красивые. Смотрите, он с одной стороны он немножко матовый, а с другой стороны прозрачный. Желательно, такие камни, когда вы покупаете, желательно класть их в рис или же положить его на окно, чтобы оно набрало солнечной энергии. Что же написано о цитрине? Что он тоже энергетический, достаточно энергетический камень жизни. Он чистит вашу энергетику и помогает вашей интуиции развиться в полной мере. Также этот камень помогает вам в материальном отношении. Помогает вам найти успех и удачу в работе. То же самое. Я очень вам рекомендую эти камни покупать как для себя, но в общем-то дарить эти больше камней в подарок для своих близких, для тех людей, которым вы желаете благополучия. Вот такие вот красивые, красивые камни. Очень хорошо, когда есть полная луна, выносить эти камни на улицу и чтобы они набирали энергию. Также у меня есть опалит, опал. Тоже очень красивый, красивый камень. Вот так вот посмотрите, какой красивый. То есть вы видите, что они просто обработанные, то есть совершенно такие вот простенькие камушки, можно их класть себе в сумочку или в кармашек. очень написано, что высокий энергетический камень и идеальный камень для медитирования, то есть для создания комфортности и умиротворения своей души, своей энергетики и также убирает негативную энергию с вашей аурой. И также помогает вам в ваших положительных эмоциях и создания доброго отношения к людям. И также помогает в достижении удачных дел в бизнесе. У меня подружки, девочки, открыли оптику. Знаете, мне очень понравилась энергетика в этом магазине. Они полностью его оформили и сделали так, что в этом магазине хочется быть, потому что они создали вот такую атмосферу доброжелательности и именно все окружили вот такими вот камушками. И когда вот эта энергетика есть, даже в магазине, в доме вы сразу чувствуете, вам хочется в этом месте быть подольше. также у меня есть аметист. Я купила вот такую вот рыбку. Посмотрите, какая красота! Видите, какая рыбка? Такая камбала. Вот такая вот тоже. Она сделана из аметиста. Аметист помогает вам успокоить ваш мозг, очистить ваши мысли от негативных каких-то мыслей и также убирает стресс, а также улучшает ваше внимание. Что же еще написано об этом? Что помогает успокоить ваши эмоции? У меня муж мой всегда очень успокаивает мои эмоции. Всегда говорит, Лена, перестань прыгать. Тихо и спокойно. Вот в данный момент теперь мне не нужен муж в плане того, чтобы меня успокаивать. А камушки мне тоже помогают мне медитировать, немножко так успокаиваться. Также помогают эти камушки вам помогут достичь ваше желание, как я уже сказала, что может много принести. Именно вот знаете, когда вы знаете много о камнях, все это энергетика, все это мысли. Я думаю, даже если вы не верите в то, что камушки могут вам помочь, создание вот даже каких-то маленьких вещей вокруг себя, придание этим вещам каких-то ваших положительных эмоций, то же самое работает тоже на успех, на ваши мысли, на вашу положительную энергетику и в итоге счастье и благополучие. Такой вот у меня замечательный остался один камушек, голубой агат. Посмотрите, он как будто бы море, я даже не знаю, морские волны, как будто бы заключены в этом сердечке, вот в таком вот интересном форме. Тоже камень мира и добра, и также он успокаивающий камушек является, охлаждающий вашу энергетику. И, кстати, помогает в некоторых лечении заболеваний. В данном случае это заболевание горла, можно им воспользоваться, приложив именно на воспаленные гланды, вот именно на шею, так вот можно им воспользоваться. То есть будет согревать вас. Ну вот, как-то так. И даже, смотрите, успокаивает вашу температуру, то есть можно его использовать. И если в вашем сердце поселилось зло, тоже может успокоить ваши нервы и ваши какие-то негативные эмоции. Вот такой замечательный камень. Вообще, когда вы изучаете камни, их влияние на энергетику, вообще-то очень интересно. У меня вот у Софики, моей младшей доченьки, я, кстати, и чек показала, 29 долларов я заплатила. Там вот такс есть указан, но вот так вот в этом магазине у меня есть. У меня дочь увлекается, моя младшая такая вот карточка. Я взяла бизнес-карт этого магазина. Если в Канаде кто-то смотрит меня, пожалуйста, вот такой вот магазин называется Jacob's Trading. Вот так вот. И адрес вы можете в интернете найти. Так что это было лирическое отступление. А как вы видите, сегодня я одела rose quartz. Сегодня я такая вся в любви. Хочу, чтобы все-все-все-все-все у вас было хорошо. И именно поэтому я сегодня выбрала для вас тему в артизанах. Этот парфюмерный дом является нишевой парфюмерией. То есть ароматы, которые создаются этим парфюмерным домом, стараются заключаться исключительно натуральными компонентами. И сам Джан Лапорт убежден, что никакая химия не в состоянии повторить естественные ароматы, подаренные людям самой природой. Как я уже сказала, история этого дома началась в 1976 году, когда я родилась. Тогда был создан всего лишь один аромат, но его большой успех предпределил судьбу всего дома. И у меня, как вы видите, всего пять ароматов. Как же я узнала об этом парфюмерном доме? Из кинофильма Me Before You. Я думаю, что многие из вас знакомы с этим фильмом. В этом фильме рассказывается о молодом человеке, который из-за несчастного случая оказался недвижимым. И его мама предложила ему немножко задержаться в этой жизни. Он хотел сделать эртаназию и покинуть этот мир. Но мама его попросила, чтобы он немножко задержался в этом мире и попыталась сделать все возможное. Вот она ему пригласила девушку, которая просто была как будто не из этого мира. Она была очень такая яркая, немножко несуразная. И вот у них, в общем, завязались отношения. И она ухаживала за ним и подарила ему эти шесть месяцев беззаботности. И чудо, чудо просто приводнесла ему в жизнь. И, в общем-то, в конце концов, он все-таки выбрал уйти из-за того, что все-таки он не смог... Ну, лечение его было все-таки напрасным. То есть он не смог бы никогда быть подвижен. И он не мог себе этого позволить. Просто он физически не представлял себе, как быть недвижимым всю жизнь. Но это отдельная тема. Но суть в том, что он предложил этой девушке поехать учиться, оплатить всю-всю ее учебу. И в первую очередь он попросил ее зайти в магазин парфюмера «Артизан» во Франции и купить себе «Охоту на бабочек» «Чейз» «La Chase Al Capillons Extreme». Вот именно вот этот аромат он попросил ее купить. И я тоже, долго не думая, почитала об этом аромате и купила аромат в тестере. Вот вы удивитесь, что именно артизан, парфюмерный дом «Артизан» продает ароматы даже в тестере настоящих упаковках. И когда я купила этот аромат, вот, пожалуйста, еще одна история. У меня в первых самых вариантах сейчас они все темные, серые бутылки делают. Когда я поднесла этот аромат, вдохнула его, знаете, это вот просто лето, заключенное во флакон. Это липа, это что-то такое, нереально красивый аромат 1999 года. Несмотря на то, что там есть и абрикосы, шафраны, розовый перец, и липовый цвет, и туберозы, и ланг, и ланг, и мед. То есть настолько, немножко цитрусовых есть, настолько аромат. Настоящий – это сама природа, само лето. И если вот вы меня спросите, Лена, какой аромат тебе напоминает лето, зимой, я скажу, это охота на бабочек. Не знаю, зачем охотиться на бабочек, мне кажется, надо на них смотреть, и любоваться, и просто порадоваться за их короткую, но очень яркую жизнь. И мне кажется, что вот этот аромат, аромат настоящий, настоящей липы, передает, передает эту красоту. У меня есть экстрим, и совсем-совсем не отличающийся от первого аромата, который не экстрим, а просто вот La Chase Apapillons. Вот, посмотрите, какая красивая бутылочка. Этот аромат у меня, вот эта вот бутылочка у меня просто оформление. Это не тестер, это вот обычный. Вы посмотрите, сколько замечательных слов здесь написано. И на испанском я вижу, да, и вот если на английском, то есть это, нет, это опять французский, сейчас я посмотрю. Опять, так, а вот Chasing Butterflies Surrounded by White Flowers. То есть, если вы, охотитесь за бабочками вокруг белых цветов, этот цветочный аромат, просто подписка мастера, то есть очень красиво, perfect for sunny days, то есть вот для солнечных дней, прекрасный, легкий, романтичный, романтичный и незабываемый аромат. Здесь как раз таки перечисляется бергамот, jasmine, цветение апельсинового цвета, тубероза и лимонного цвета. Вот так вот описывается этот аромат. И вот всегда, всегда, что мне нравится, знаете, настолько поэтичные, поэтичные ароматы, я просто вот нахожусь в восторге до сих пор. И они для меня практически идентично звучат, я, но не отличаю их друг от друга. Вот они вот очень-очень похожи. Даже цвет, цвет флакончика, естественно, и ватнички вот в нем, то есть они совершенно для меня идентичны. Не знаю, что в них разного, но только что в одном из них больше добавлены цитрусовые ноты. Вот так вот. То есть вот так вот фильм на меня этот повлиял, и я, благодаря ему, познакомилась с этими чудесными ароматами и с этим замечательным парфюмерным домом. И дальше, какие ароматы я купила. Я также купила аромат белого перца. Он очень похож по настроению с лакоста парфюмер, но он поярче, позвонче, поострее, чем все-таки аромат от лакоста. Это вот был третий аромат, который у меня появился. Он выпущен был в 2002 году Бернантем Дешефорде. В нем есть мед, белый перец, молоко, лакричник, сахар и древесные ноты. Вы знаете, я вот молоко, в принципе, в нем чувствую, лакричник тоже, но в основном здесь белый перец. он достаточно такой остренький. Я даже вот сейчас хочу чихнуть, но не буду, а то это может получиться слишком громко, я могу кого-то испугать, тех, наверное, бабочек, которые летают. Замечательный аромат для лета. Вот у меня и опять-таки я покупала демо. Вы видите, да, что это опять демонстрационный материал, то есть я купила в тестере, потому что тестеры, как правило, долларов на 10 будут дешевле, цена более щадящая, да. То есть я ароматы покупаю для себя, не для подарка, и поэтому почему бы и не сэкономить. Следующий аромат, который я купила, аромат Меншент Лоб, это или как Злой Волк называется. Аромат был создан в 1997 году, но вот более натурального аромата это вот просто вот как в лесу оказаться. Мне бренд Ле Артизан Парфюмер напоминает очень ароматы от Мейсена Марджиэлы. Очень очень напоминает. именно вот этим натуральностью, этой передаваемостью какой-то ваших мыслей, ваших желаний, ваших каких-то событий жизненных. И вот именно единение с природой они настолько звучат все неодинаково и очень по-разному, что в общем-то такое ощущение, что во флакон он просто заключен какой-то вот какой-то вот часть природы отдельной. В этом аромате есть лесной орех, древесные ноты, сандал, кедр, мед, лакричник и миром. То есть вот когда вы нюхаете или ощущаете, обоняете на себе вот этот вот аромат, вам кажется, что вы вот-вот уже в лесу и вы видите, зная название злой волк этого аромата, вы возможно себя ощутите красной шапочкой. Ну вот я несмотря на вот эти вот перечисленные ноты, мне очень чувствуется в нем мох такое ощущение, что не полностью описан аромат, заявленные ноты не все и мне немножко даже чувствуется как будто бы ментоловый запах, знаете, вот какой-то вот даже не мятый, а ментола. Вот. Поэтому он как бы очень хорошо передает вот эту вот прохладу лесную. Вот как-то так. Вот. Очень все ароматы все ароматы, каждый аромат хочется изучать, хочется познавать, и эти ароматы не похожи вообще ни на какие. То есть вот такие вот маленькие, ну, как он сказал, piece of art, то есть маленькие произведения искусства. Я согласна с этим. И самый последний аромат, я думаю, что он, на этом я не остановлюсь знакомиться с ароматами от Artisan Parfumier. Это аромат был создан, называется он Noir Excuse. Это вот комплимент, комплимент ванили, ванили 2015 года относительно новый аромат, и он как никто другой, никакой другой, я может быть даже вот Менчентлоп сказала бы, что можно как к не сексовому аромату отнести, прекрасно будет и мужчина носиться, но вот именно этот аромат я бы назвала именно как не сексовый аромат, несмотря на то, что здесь есть кофе, кленовый сироп, привет канадцам всем, кленовый сироп является нашим фирменным сиропом, фирменным знаком, кленовый сироп, как в России, наверное, квас, вот, то есть, а я чувствую очень остро здесь, между прочим, уд, но уд здесь не заявлен, хотя, вот, может быть, обеновое дерево, не знаю, как оно даже произносится, вот, скорее всего, это вот, та вот палочка, которая электричество снимает это вот дерево, гелиотроп, ваниль, бобы тонкой, сандал, кофе, кленовый сироп, апельсиновый цвет и каштан, смотрите, как красиво заявленные ноты, но, назвая эти все ноты, вы не угадаете какой-то аромат, здесь есть очень красиво обыгранная ваниль, он и немножко горчит, и очень-очень красиво звучащий аромат вечерний, он не дневной, я думаю, он многих-многих удивит и порадует, но вот этот аромат, если охоту на бабочек очень легко описать, сказав, что это липа и летние белые цветы, то вы, в принципе, можете себе представить, и он, знаете, он совершенно неутомительный, он очень легкий, это вот как вы на лужок пойдете летом, утренним, утренним летом прогуляться, вот я, может быть, знаете, если вот так вот вспомню какой-то фильм, барышня-крестьянка, когда она бежала вот на свидание к Алексею, вот возможно вот этот аромат, я бы даже сказала бы, что это вот она, Елизавета, бежала вот к Алексею на свидание, вот барышня-крестьянка по Александру Сергеевичу Пушкину, то вот этот вот аромат, я даже не знаю, как описать, я бы вам все-таки не рекомендовала его без аттеста покупать, его надо все-таки познакомиться, попробовать, ну посмотрите, какая-то красота, я нисколько не жалею потраченных средств, тем более, что когда ты покупаешь аромат дема в флаконе, что ты очень даже хорошо выигрываешь, и что же здесь заявлено в моем, на моем бутыльке, на моей коробочке, опять-таки я вижу испанский, французский, написано, что не используйте вокруг, возле огня, и воспламеняющий, что нужно подальше держать от детей, и что до 30 месяцев ребенка вообще желательно не приближать ароматы, то есть держать подальше, то есть получается до трех лет, вот, ну, в общем-то, здесь больше не описывается аромат, ничего не написано на нем, так вот, мои хорошие, написано, что в Барселоне, кстати, произведены духи Барселона, да, написано Европа, Барселона, нет, Париж, возможно, улица Барселона, 08902, написано, вот так вот, Париж, так что, вот так я хотела представить сегодня эти ароматы от замечательного бренда Оле Артизан, парфюм, парфюм, я в восторге, люблю, знакомлюсь, продолжаю знакомства свои, пишите свои отзывы, если вы знакомы, и follow your dreams, как я вам уже рассказывала, что у меня есть замечательные вот такие вот кружечки, я хочу, чтобы вы мечтали, чтобы вы не забывали, что все наши мысли становятся реальностью, позволяйте себе больше, когда вы мечтаете, и все-все-все будет замечательно в вашей жизни, я с вами, я рада, что я пришла к вам и надеюсь задержаться подольше, не забывайте о конкурсе, подписывайтесь, ставьте лайки, читайте условия конкурса, и я жду вас всех-всех-всех, уже начала делать список самых активных, пока-пока, мои хорошие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok